Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Вот хочу сказать Что в жизни бывают разные периоды Бывают периоды Когда дома очень чисто Но это тоже зависит от человека Я сама по себе чистоплотная Хочется, чтобы везде были порядки Но не всегда это получается Были периоды, когда было чисто Были периоды, когда Было не очень чисто И когда ты не успеваешь что-то сделать Вот сейчас те самые периоды Когда хочется делать Делаешь, делаешь, делаешь Но все равно как-то не совсем Не совсем, не совсем Девочки, да По поводу дверей написали Дверь девочки чистая Но она стоит уже 10 лет Мы сюда заехали Поставились новые двери Двери ставились не совсем Качественные Недорогие двери оставила Потому что финансы тогда не позволяли Хотелось все и сразу В общем делали крышу Полы, стены В общем все мы делали здесь сразу И двери поставила В общем такие Не очень И конечно же на тот момент У нас Когда мы туда приезжали У нас Виталий Данечке было 4 года Ну Даня Даня Виталий недалеко ушел И ну и дети были не особо Большие В общем заговорилась Девчонки Не особо большие дети Конечно же Пакостили Пакостили Морали Не знаю что они там делали Шоркаешь и моешь Но двери были почти бумажные И мыть их было невозможно Сгадали конечно эти двери Стали еще Грязнее И естественно У меня была Задача их поменять Но не было Была возможность Но не было В общем Как-то Времени что ли На тот период Уже потом Дети подрастали уже Да У меня появилась бабушка За которой надо было ходить Она жила как раз В этой комнате В общем И конечно же В общем что девочке Объяснять Кто с этим сталкивался Да У кого есть дети Не всегда Идеально Да У кого есть Люди Пожилые Старые Да За кем нужно ходить Тоже А тем более Если не один человек Ты ходишь на два дома Тогда уже Не о какой чистоте Как говорится Ты просто разрываешься Ты просто не успеваешь Ничего Тебе надо в одном доме сделать Тебе надо в другом сделать Тебе надо за одним человеком Убрать И за другим человеком Убрать Нужно наварить нас всех Накормить Нужно съездить Сделать какие-то дела В общем много всего Плюс еще Огороды Скотина И прочее Плюс еще небольшие дети Так что Я не знаю Что там что мне пишет Ну Вот так вот девочки И сейчас тоже Два маленьких Ребенка Собрались На улицу Надо этих Детишек Одеть И ты Не знаешь Матвейка вроде Уже пытается Сам одеваться Иногда он это может делать А иногда он просто Не хочет Не хочет Но раз мы все Собрались на улицу Ты же его не оставишь Дома Его тоже нужно одеть Тоже вот Насчет игрушек Да Не всегда Не всегда Ребенок хочет их собирать У нас были Разбросанные игрушки С утра Мы их собрали Он Он хорошо собрал А вот на улице Он уже говорит Я устал Он уже не хочет собирать Так что Половину Я сейчас сходила Проверила Ну Поменьше Половины Поменьше Половины Он собрал Ну И конечно же Остальное Придется собирать Мне Игрушки Надо убрать Потому что Надо навести порядок Не только в доме В одном Во втором Но еще и на улице За все хватаешься И ничего не успеваешь Был комментарий Огромное спасибо За этот комментарий Вот Как бы Как Человек удивляется Да Или Как заботу проявляет Ну вообще просто Когда ты Ольга отдыхаешь Девочки Не знаю Мне кажется Я за последнее время Так устала Что я Отдохнуть Чтобы мне отдохнуть Я не знаю Что мне надо делать Наверное Целый день Ничего не делать Но у меня не получается Ничего не делать Я отдыхаю На тот момент Когда я Кормлю Евочку Лежа на диване Да Вот А остальное время Вот я все Что-то делаю До самой поздней Ночи Можно сказать Последние Последние Несколько дней Мы ложимся Вообще В 2 часа ночи спать Вчера девочки Думала Лягу пораньше Дети Конечно Услови Раньше Слава Богу Но У меня Ложиться раньше Не получается Не получилось В общем Оставляла мясо Вчерашнее видео Кто видели Оставила там мясо Немножко В общем С утра Я приготовила Делала спагетти И мясо С DIE И еще Немножко Немножко ну что придумываешь потому что кормить надо всех и чтобы ребенок в школе не замирал он мне сегодня говорит я грунт и находи в столовую ходи за деньги но мы не бесплатники ходи за деньги и питайся нет я принципиально не буду ходить но я не знаю что за принципиальность такая потому что он мне сказал что там не очень вкусно кормят я груну хорошо принципе ты учишься обеда так что ты можешь и позавтракать и пообедать дома и взять с собой контейнер бутербродики ему сегодня положила два бутерброда и мясо которое готовилось вечера запеченная в духовке вот и все прекрасно перекусит так что так девочка у меня спит ура ура так сейчас закончу убери пальцы за рта вкусное пюре ягодная на смотрите перекус ну что почему игрушки не стал собирать матвей вкусненькие да тебе нравится такое потому что папа когда покупал много-много типа гуши там фрукта няня такие вот пюрешки папа наверно пришел в общем они надоедали и как-то в общем не елись но девочка тоже вчера хорошо поел на держи ты так и не сказал почему игрушки не стал собирать чё молчишь давай садись за стол давай папа сейчас придется кушать съедай давай свой пюре ну что вкусно тебе отец не хочет никакой игрушки собирать на улице нам надо собрать игрушки матвейка мама с тобой разговаривает почему ты не хочешь собирать игрушки она на улице спит у меня нет папа тебе ничего не купил я у тебя тебе задаю вопрос ты мне не отвечаешь на него почему ты не хочешь собирать игрушки ты будешь собирать игрушку не будешь почему ну вот мама как раз до мыла плиту помыла немножко да ты обувь не начинает каприз устраивать лишь какой а я в окошко наблюдая девочка у нас раз поднимется смотрит никого нету обратно ложится все тут папа приехал да папа приехал думала он помидоры в теплице вырвать не руки не доходят игрушки надо идти собирать он за ним все придется вот девочки собирать самой игрушки или муж будет собирать кто будет собирать игрушки давай но он не хочет собирать я не могу его заставить силой его ты не сильный ты не собираешь игрушки не можешь игрушки собрать дома он сегодня хорошо собрал потому что он гулять хотел а когда мы вышли гулять он наигрался в общем строил там замки пироженки мороженки так что не невозможно просто заставить и если эти самой собирать на это опять же надо время надо оторваться надо поубирать бочки саша вон много чего надо по убирать ну так что работаю вообще непочатый край да да я про чистоту как вот чтобы чистота была постоянно да вот постоянно поддерживать чистоте надо конечно же ложить вещи по своим местам надо сразу замывать например вчера плиту я не вымывал допустим да она сегодня жирная там сальная тут сальная уже моешь 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 отмываешь сегодня но хотя бы вдвоем ну когда вы семьей заходите замойся за всеми ты пойдешь язык на сторону ты видишь во сколько я ложусь спать во сколько я спать ложусь во сколько я спать ложусь не вообще плита я задала вопрос вы на вопросы вообще не отвечаете я у ребенка спрашиваю игрушки будешь собирать он игнорирует я у тебя спрашиваю во сколько я спать ложусь ты молчишь я 300 300 раз уже спрашивал вчера во сколько я легла в два часа вчера но мясо готовилась долго я же вчера думал вот время 12 я думаю ура ура мы раньше спать ложимся время час все я уже понимаю что мы раньше не ляге в эту же посуду сцепишься а как ее оставить нет конечно ну я понимаю ты половину игрушек собрал да ой ну ты просто молодец ну давай уж до собирай остальные то ты зря принес то надо полную корзину насобирать дождь замочит снег завалит и игрушки новые не купят тебе не мама не папа никто да ты только что он пюрешку ел сладенькую она же вкусненькая сладенькая ну ну вот сейчас девочку надо кормить да моя хорошая она долго поспала хорошо ну пойдем давай или чего постоишь пока он игрушки собирает молодец давай молодец я тебя хвалю собирать скорее все игрушки собирай хорошо потом покажешь мне давай я пошла дела делать дальше собирай дальше момент отдыха девочки на что супик не стала кушать печенюшку мама дала поела немножко ну что дочь давай чуть там марина ходила к экспресс чайник как раз греется губки для чистоты и порядка ты маленький они вот мне такие не очень нравится надо как-то побольше помнишь мы брали розовые большие губки но они ничего они было печенье мы брали такие тоже типа варьё да да пенка мусс очищающая ты брала и уже первый раз так хочу на стоит воздушная пенка гипоаллергена не сушит кожу ну попробуешь а что ты в этом фикс прайсе фломастер не взяла раз краска много интересно мы тоже собирались фикс прайс сходить когда когда-нибудь ну некогда не как-то блин выбраться нам надо было с тобой это печет нас марина очень любила раскраски она раскрашивала и в общем ну и правильно мастер и все так что кипит уже включай тогда его девочку умою да и мы будем чаю вничать папка уехали с матвейка матвейку забрал и поехали они у вообще по своим делам а мы остались одни мы остались одни будем продолжать я хотела кстати замесить тесто попробовать постряпать эти кто они называются бакли 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 ну да будем делать или не будем так что вот так девочки пролетел пролетел в момент нашей жизни моменты жизни пролетают мгновенно да ну что и остаются только лишь воспоминания мы будем смотреть когда это видео да и вспоминать а так достанешь и печенюшку пакетик с печенюшкой открытый ничего не хочется сегодня делать надо этом что него вышеркала на шкафы залазила вверху надо это делать конечно хотя бы хотя бы хотя бы через день что ли но не раз там в неделю обычно раз в неделю раз две недели но плиту я конечно мою стараюсь намного чаще про шкафы иногда забываю сегодня добралась в общем пошеркала протерла все так что девочки когда ты живешь на один дом можно конечно справиться да как-то постараться можно не спать ночами можно шоркать мыть убираться чтобы у тебя был идеальный порядок да когда у тебя два дома и тебе хочется сделать и здесь и там и ты просто разрываешься и еще эти огороды огород еще не закончился потому что там надо закончить капитально капитально надо все вырезать надо все поубирать надо вырвать помидоры и отстать наконец-то отвязаться от этого огорода но опять же скажи да как пойдем с мамкой пойдем мама тебя посадит на одеяло в огороде и ты будешь ползать ну а чё взять старое одеяло постелить у нас сегодня погода позволяет принципе надо как-то вырвать помидоры хотя бы потому что вырезать как говорится все это руки дойдут надеюсь надо поубирать бочки в том доме бочки убирала убирала маленькую бочку убрала я а большую убрал евгений вот так что вот так в общем девочки так что кто-то конечно живет прекрасно порядке до наводит у кого-то плита включается допустим газовая раз там какое-то время на вы наготовили наварили на несколько дней до плиту вычистили до блеска и все а у нас получается я вот ее только помыла снова ставят разогревает ставит ставят там в чайники кастрюли картошку муж ставит поросенку варите ну на газу варить девочки в ведре ведро доброе конечно но все равно так что хотелось бы вот подрастет девочка моя до девочка и будет мамина помощница да у нас был девочки такой период когда у нас марина у нас хорошо прибиралась своей комнате дети ходили в школу у меня не было бабушек ну за которыми надо было ходить я ходила на работу и приходила и радовалась тому что мы купили этот дом он у нас газовым отоплением до этого дома мы жили чуть чуть подальше у нас был дом пич с печным отоплением и дети конечно же далековато ходили в школу дети марина ходила виталий у нас уже пошел первый класс в этом доме он пошел первый класс потом уже данечка пошел я пошла на работу и пошла на работу пошла на работу я конечно не в этом доме еще в том жили вот так вот сказать ну в общем не бери как у в рот не бери в общем потихоньку справлялись и было как-то легче какой-то период вот такой был казалось легче но потом наступил другой период появилась бабушка за которой надо было ходить какие-то допустим дела ушли на задний план которые надо было делать но они не делались потому что было бессмысленно и делать например с ремонтами с какими-то другими да как иногда уже под конец уже не не было сил ну люди понимают кто ходит за пожилым человеком да а если он ходит еще и не за одним человеком а за двумя например да это еще сложнее это еще дополнительная нагрузка а если у этого человека еще и маленькие дети которым надо уделять внимание или папа побольше дети да но у меня вот они были не конечно не совсем маленькие но и небольшие им нужно было уделять внимание и у меня была бабушка за которой надо было ходить и плюс больная мать, за которой надо было ходить не здесь в доме, а в доме у нее. У нее в доме мы тоже там делали ремонты, когда я начала за ней ходить. Потом мы потом мы там переехали у нее, жили целый год. И целый год это не один месяц, это целый год мы тратили свое время получается, да, там вкладывались, как говорится, и физически, и морально, и финансово. Потом здесь тоже, плюс у нас здесь была бабушка, в общем, ну вот так вот, девочки. Кто это проходил, те знают. Тем более, когда у тебя дети, с детьми это намного сложнее. Если ты один и ходишь за человеком, да, некоторые пишут, что тут сложного, от чего ты там устанешь? Да, морально человек устает, а если морально человек уставший, он уже и физически не настолько силен. У него силы уходят, они его просто покидают. На тот здоровье ты, на тот момент здоровье уходит, девочки, здоровье даешь человеку, за которым ты ходишь. Ты его поднимаешь, ты ворочишь, ты его моешь. Ну, что говорить, да? Кто это делает, те знают. И дай бог вам, девочки, силы силы, здоровья и терпения, чтобы перенести все эти тяготы. Потому что я знаю, что такие люди меня смотрят и огромное вам всем спасибо, высказалось опять. Высказалось, мама, да? Ну, что-то так захотелось вот так сказать. Потому что многие этого не понимают. И они смотрят, да, вот она дверь такая, да, поменяю я когда-то эти двери, сделается то, пятое, десятое, подрастут дети и все сделается и будет чище. Сейчас вот с мужем поспорили, поспорили, немножко поругались на этой почве. Потому что он не считает это главным в жизни. Главное в жизни это другое. А для меня всегда было как-то, ну, не то, что главное, да, но для меня это было немаловажно, чтобы дома был порядок. И всегда приучала, и мужа тоже приучала, да, не разбрасывать носки, не разбрасывать какие-то вещи. Детей приучала, да, к порядкам, чтобы дети знали. Дети приходили с садика, элементарные, да, элементарные вещи. Ребенок переодевался, ложил вещи в стиральную машинку и одевал чистые вещи. Дети у меня тоже чистоплотные, слава богу, они приучены, они любят мыться, они любят наводить порядки и следить за собой. Это очень даже хорошо, потому что есть дети, которые за собой не следят. Так что вот так, девочки. И как все успеть, да? Как все успеть, чтобы было чисто? Да никак, никак. Мыть, убирать и шоркать целый день. Весь секрет. Пока-пока, девчонки. Да? Давай умываться будем. Умываться и опять шоркать. Все. На море хотелось бы отдохнуть. Да, моя хорошая девочка. Купается моя Евочка. Да? Ху, девочки. Ху, мамка. Ну вот, отдыхаю, девчонки. Отдыхаю на море, можно сказать. Ху, 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 ху. Пока ребенок купается, Марина готовит чай. Я отдыхаю в этот момент. Да, моя хорошая. Она тут играет рыбками, играет игрушками, пытается вставать. В общем, конечно... Ой-ой-ой. Надо глаз до глаз. Уже руку засунула. Ай-яй-яй-яй-яй. Так что порой копится усталость, девочки. Порой. Она в последнее время копится. Она у меня годами копится. Годами копится усталость. Да, действительно. И кто-то даже, я не знаю, за ночь не отдыхает. Да, за ночь не отдыхает. За месяц не отдыхает. Есть люди такие, которые могут за месяц не отдохнуть от физически тяжелой работы. Я, конечно, не говорю, что я физически тяжело работаю. Да, но целый день на ногах как бы тоже это дает о себе знать. И если ты ложишься поздно спать, то ты, конечно же, не отдыхаешь, ты не высыпаешься. И как-то бы надо это сделать. Ну, кто мне писал, что днем там вот ложись, днем как-то отдыхать. Не могу я, девочки, днем ложиться отдыхать. Я днем вообще не лежу. Редкий случай. Ну, ложусь только в том случае, когда Евочку кормлю. Но кормлю теперь я ее реже, реже. Раза два, ну, бывает три за день. Ну, и на ночь, конечно, на ночь вечером, когда она ложится спать, она уже заскучает, она уже все к маме рвется, да? Ну, накушается и спать. Питька у нас осется. Ну, а что? Пока еще... Вот так вот мы пытаемся вставать. Вот так. Ну что, мы целый день будем снимать видео, да? Будем целый день снимать видео? Довольная. Камера заглядывает. И хочется, не хочется прощаться, да? Не хочется прощаться. Мы сели покушать, наконец-то. Ой, Марина, тут чокупай в микроволновке разогрела, да? Не знаю, попробую. Первый раз я его такое буду пробовать. Мяско и спагетти вчерашние. Зеленый чай. Да? И у нас уже ужин. Вот такой ужин. А время у нас пол... Седьмого, полшестого. Полшестого время. Так что, кто кушает, приятного аппетита. Я думала, покушаю спокойно, пока Евочка играла. Опять пять секунд, можно сказать. Все, она никак не хочет играть. Ты почему не хочешь играть? Одна. Дедя, ну-ка. Почему? Ну-ка, расскажи нам. Почему не хочется? Потому что хочется к маме на ручки, да? Да! Давай, вытанется. Вытанется, давай. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ну, вот так вот. Ну, все равно сейчас мама почаевничает. Обалденный чай. Уже холодный. Остыл, да. Да. Вот как маме кушать? Как маме кушать? Ммм, мяско. Ну. Ты что, как кушала? Хе-хе-хе. Что же хочется? Ты сытая. Ты у меня сытая. Мама покушает вот так. С хреновенькой. Ага. Можно? Можно маме покушать? Да. Хе-хе-хе. Все, девочки, пока-пока. Пока-пока. Скажи всем пока-пока. Ммм. Объездение. Ммм. Ммм.